Югорскую нейросеть Вика интегрирует в работу МФЦ. Окружная нейросеть нейронная сеть – универсальный помощник, который на данный момент консультирует югорчан по вопросам получения в электронном виде госуслуг и сервисов. Она обрабатывает примерно 80% запросов горячей линии, остальные 20% переводит на оператора. Специалисты мониторят вопросы, которые вызывают затруднения у нейросети и вводят их в обучение. Таким образом Вика становится умнее. Сейчас ее обучают работать оператором-помощником в МФЦ. Еще одно цифровое нововведение в Югре – это мобильное приложение госуслуги «Дом», в котором можно будет посмотреть свои начисления, сверять данные счетчиков, а также направлять запросы в управляющую компанию. Собрания собственников многоквартирных домов станут удобнее, так как в приложении можно будет решать вопросы с соседями в онлайн-формате. Это очень удобно, поскольку мы прекрасно понимаем, как происходит собрание собственников многоквартирных домов. Кто-то на работе не может прийти, кто-то опаздывает, за ребенком идет в детский сад. И собрать всех и принять правильные решения зачастую трудно. Мобильное приложение помогает в онлайн-режиме, не выходя с работы, не выходя из дома. Такие собрания провести, принять необходимые решения. Это удобно как и управляющим компаниям, так и жителям, поскольку, опять же, не надо собираться, не надо тратить время. В Югре свыше двух тысяч наблюдателей будут следить за выборами президента России на избирательных участках. Сегодня в Хантамансийске дали старт проекту «Общественное наблюдение 2024». Координировать работу наблюдателей будет региональный общественный штаб. В его состав входят эксперты, информационная группа, пресс-центр, преподаватели, мобильные группы, сами наблюдатели и другие специалисты. Сразу после январских каникул в муниципалитетах начнутся обучающие семинары для тех, кто хочет следить за выборами. Всего планируется привлечь к наблюдению более двух тысяч угорчан. На каждом избирательном участке должно быть по три независимых общественника. Им расскажут не только о законодательстве, но и научат решать конфликтные ситуации и не поддаваться на провокации. Напомню, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта следующего года. «Очень ответственно подходим к процессу подготовки общественных наблюдателей, чтобы наши наблюдатели на избирательных участках в день голосования были компетентны, понимали алгоритм взаимодействия с членами избирательной комиссии для того, чтобы осуществлять общественный контроль и следить за тем, чтобы не нарушались ничьи права». В преддверии Нового года в регионе начались ежедневные рейды по охране молодняка ели и сосны. Как отмечают специалисты природнадзора Югры, в последнее время нарушений стало на порядок меньше. За текущий период не зарегистрировано ни одного случая незаконной вырубки новогодних деревьев. Граждане стали более сознательными и стараются либо приобретать ели в местах их продажи, либо покупают талон на их самостоятельную вырубку. Стоит отметить, что штраф за сруб дерева в черте города выше, чем в лесу. В данном случае администрация муниципалитета выставляет нарушителю счет за восстановление испорченного городского имущества. «Мы даем вам информационную листовочку, что на сегодняшний день можно, а что нельзя. То есть правила заготовки древесины гражданами. Здесь же прописана ответственность за незаконные действия и куда обращаться в случае, если вы стали свидетелем правонарушений. В задачу природного обзора входит контроль и надзор именно лесные отношения на землях лесного фонда. Ответственность предусмотрена Кодексом административных правонарушений, статья 8.28. Штрафы для физических лиц от 3 до 4 тысяч рублей. В случае, если ущерб отрубки лесных насаждений превышает 5 тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса».